привет друзья с вами джинлав и это у нас 11 урок по быстрому запуску сайта итак смотрите сейчас мы вернемся немножко назад я за это забыл вам рассказать начал уже на плаза плагин рассказывать но мы сейчас вернемся назад и я вам покажу про макеты страниц и записей либо постов и так наводите на внешний вид панели управления сайтом нажимаете настроить и так далее прокручиваете вниз и нажимаете на дизайн далее нажимаете макет по умолчанию то есть тут именно макеты страниц и записей как бы да итак мы выбираем макет макет по умолчанию нашего сайта а именно с боковым сайт баром справа это у нас это вот будет называться сайт бар боковым сайт баром справа либо с боковым сайт баром слева либо без бокового сайт бара с контентом в полную ширину сайта либо без бокового сайт бара с контентом в столбик и так давайте смотреть сейчас стоит у нас по умолчанию макет с правым боковым сайт баром и с контентом слева выберем допустим другой вот этот макет где сайт бар будет у нас слева и посмотрим как это будет выглядеть то есть сайт бар слева а контент справа то есть вот так можем отображать основной макет далее смотрите не значит что если мы так один раз выбрали значит у нас все время будет сайт такой и так будет всегда отображаться страницы каждую страницу каждая запись мы можем отобразить любым способом либо так сайт бар справа либо сайта слева либо в полную ширину либо колонкой то есть каждую страницу мы можем отобразить по-разному а что означает по умолчанию по умолчание если допустим вы вручную определенную страницу либо запись поста да не отображайте gibt особым образом по умолчании будет таким вот до слева либо справа справа будет из мы выберем справа просто по умолчанию либо без сайтбаров по умолчанию то есть это то что будет по умолчанию от полная ширина контента будет сделать без сайтбаров либо без сайт баров и контент идет колоночкой посерединке колоночкой так это просто макет по умолчанию к так в целом каждую страницу мы будем отображать так смотрите что здесь нужно выбрать в принципе здесь нужно выбрать и вам самим как вам больше нравится расположение если вы будете вести посты выкладывать какие-то записи развивать этот сайт еще и как блога тогда вам нужно выбрать как он больше нравится с правым сайт баром в принципе либо слева чтобы по умолчанию как лучше было бы вот я довольно частенько использовал раньше с правым сайт баром в принципе постоянно так использовал но сейчас уже как-то поднадоело и хочу попробовать сделать слева пускай будет слева это будет по умолчанию и так оставим так и нажимаю сохранить теперь что еще нажимаем назад и у нас теперь он будет идти слева сайт бар обновим страницу и посмотрим как это выглядит в полной версии вот сайт бар слева запись справа таким вот образом это все и так теперь разберемся в другом шаблон страниц по умолчанию для страниц то есть мы сейчас выбрали основной шаблон до по умолчанию как это будет основной а теперь именно странице то есть не записи и посты где мы каждый месяц какие-то постные записи а именно страницы чем отличаются записи от страниц записи это то что постоянно меняется То есть вышла одна запись, другая запись, третья запись И эти записи по очереди, ну, как блог разделами, да, идут А страницы, это статичная страница Мы ее один раз написали, настроили, записали И она вот такая вот у нас постоянная И вот как вы хотите видеть свои страницы Я, допустим, хочу видеть страницы, чтобы они у нас были в полную ширину То есть чтобы страницы были в полную ширину, допустим Вот, и это будет по умолчанию То есть если я создаю какую-то страницу на своем сайте То она будет идти по умолчанию в полную ширину Вот, или, допустим, в колонку То есть это тоже все выбирается Ну, давайте для примера оставим в полную ширину А так, если в любой момент это можно поменять Но это я должен вам показать, чтобы вы понимали Так, теперь шаблон постов по умолчанию То есть вот мы, допустим, создаем пост Открываем И как он будет по умолчанию? С левым боковым сайтбаром или справа? Ну, если мы уже заранее примерно определились Что нам больше нравится слева? Тогда мы выбираем слева Вот, повторяемся как бы Ну, так можно выбрать справа То есть ваше желание Как вы хотите, видите каждый ваш пост Слева или справа? Вот, я выбираю слева Сохраняю Далее Следующий идет у нас Запись блок пост дисплей type Итак Ну, к этому мы вернемся позже Тут надо больше показывать, чтобы вам было понятно Итак, к этому вернемся позже А сейчас мы на этом видео закончим И увидимся в следующем видео Сейчас я главное, чтобы вам показал Что мы можем по-разному показывать наши страницы и отображать Итак, увидимся в следующем видео Где как раз и займемся постами и страницами А на этом все С вами был Анатолий Быков Джин Лав Пока Субтитры сделал DimaTorzok